Всем привет! С вами Сырка Оксана и я спешу поделиться с вами очередной новинкой от Grotol, которая однозначно может пригодиться для создания зимнего маникюра. В этой посылке сразу несколько новых препаратов. К примеру, здесь упакован спрей Photoshop. Это увлажняющий тоник с мочевиной, который смягчает кожу, увеличивает ее эластичность, продает чудесный аромат и поможет сделать красивые фоточки маникюра и педикюра. Не содержит спирта и подходит для ежедневного применения. В коробочке еще много всего полезного, но сегодня я остановлюсь только на этой коллекции гелий. А остальные новинки покажу в следующих видео. Коллекция Crystal Bright. Это 6 сверкащих гелий. Все они имеют прозрачную основу, то есть цвет продают именно те самые блестки, что находятся внутри. При обычном освещении они переливаются голографией, но фишка этих гелей в светоотражающем эффекте. Сейчас я выключила настольный свет и включила на камере фонарик. Смотрите, как заиграл гель уже совсем другими цветами. Поскольку обзоры созданы именно для того, чтобы рассмотреть материал вдоль и поперек, я предлагаю сперва посмотреть на содержимое каждой баночки при обычном свете и ярком направленном. На ваших экранах сейчас второй номер геля из коллекции Crystal Bright. И буквально по 10 секунд уделю на все остальные оттенки. Гели средней консистенции, не текут, при этом легко выравниваются. Подходят для моделирования на формах и типсах, для арочного моделирования и для работы в технике без опила. Можно использовать для выкладного френча. Подходят для укрепления натуральных ногтей. необходимо использовать подложку в виде базы. Продолжение следует... И вот уже гели на типсах. В макроувеличении это вовсе напоминает какой-то калейдоскоп. Теперь остановлюсь на нанесении. Как я сказала ранее, все гели имеют прозрачную основу. А значит, нанося их тонким слоем, натуральные ногти будут просвечивать. Если смоделировать этим гелем сводный край ноготка, то получится красивый хрустальный эффект. А также этот гель можно нанести на зону кутикулы и растянуть к центру ноготка. Таким образом получится быстрый гелевый градиент. Сейчас же я предлагаю посмотреть, как выглядят гели, если нанести их не супер тонко, а с небольшим объемом. Именно так, как обычно делается при моделировании. Напомню, что чем толще слой, тем больше блесток, а соответственно и сияние. И да, уточню, что снимаю я сейчас с включенной вспышкой. Ну что, палитра готова и она перед вашими глазами. Естественно, покажу ее при разных освещениях. 6 блестящих оттенков. Лично я влюбилась в номер 5 и номер 6. Это синий и розовые блестки. Очень интересно, какой из гелей понравился вам или понравится вашим клиентам. Всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Если остались вопросы, пишите их в комментариях. А на этом я буду прощаться. Подписывайся на мой канал. Впереди еще много-много новинок и обзоров, также мастер-классов. А мы увидимся в следующем видео. С вами была Сарикова Оксана. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!